А вы знали, что изменения в размере минимальной оплаты труда в Великобритании происходят обычно с 1 апреля, когда начинается финансовый год? И минимальная зарплата может зависеть от вашего возраста. В Британии уважают закон и придерживаются официального оформления на работу. Это может произойти, если человеку, ищущему работу, исполнилось уже 16 лет. Итак, я приведу сравнительные данные по минимальной оплате за 1 рабочий час за период с апреля 2023 года и ожидаемую новую ставку с апреля 2024 года, когда начнется новый финансовый год. Для лиц в возрасте 16-17 лет и подмастерьев, которым меньше, чем 19, но работающий только первый год, зарплата сейчас составляет 5,28. С апреля будет 6,40 фунтов стерлингов в час. Для школьников и студентов это очень хорошее подспорье на период каникул. Некоторые сети, например, такие как Макдональдс, с удовольствием берут таких сотрудников на 1-2 летних месяца. Для них это экономия в зарплате, а студентам это хорошие карманные деньги. Следующая возрастная категория 18-20 лет. Сейчас эти молодые люди зарабатывают 7,49 фунтов стерлингов в час. С апреля зарплата будет составлять минимально 8,60. В возрасте от 21 года почасовая ставка будет составлять 11,44 фунтов стерлингов в час. Сейчас это 10,42. Я назвала данные по минимальной оплате труда за час, но работодателей никто не ограничивает повышать зарплату своим сотрудникам и поощрять особо добросовестных. Сколько же часов в неделю работают в Британии? В среднем это 20-25 рабочих часов, хотя полная рабочая неделя составляет 5 дней, и это 35-40 часов. Но большинство работает или 4 дня в неделю, или неполный рабочий день. От 2-3 до 5 часов в день. Ну а дальше простая арифметика. Умножаем количество часов на рабочую ставку. Если вы живете в другой стране, вы можете легко перевести в свою денежную единицу. Много это или мало каждый судит по своим критериям. Продолжение следует...